Дешевле оставить, бросить, чем содержать. Это справедливо в отношении Керченского моста, который давно стал буквально черной дырой для бюджета РФ. Сколько тратят миллиардов на его содержание, защиту и постоянные ремонты? Мы посчитали и про это далее. Памятник путинской коррупции. Не сомневаюсь, что у вас получится. Мост, соединяющий полуостров Крым с Россией, самый любимый объект строительства президента Российской Федерации. Уникальные достижения на базе того, что пришлось и удалось объединить усилия. Его проектирование начали сразу после оккупации украинского полуострова. За три года строители возвели автомобильную часть, потом железнодорожную переправу. В октябре прошлого года Керченский мост впервые потерпел разрушение. От мощного взрыва грузовика обрушились два автомобильных пролета, а черный густой столб дыма от цистерн был виден на десятки километров. Мост горит. Каждый удар по конструкции очень больно бьет по самолюбию Путина, так как мост важен для кровавого президента сразу по нескольким причинам. Первая политическая. Показать, что Россия оккупировала Крым навсегда. Вторая военная. Мост используется армией Российской Федерации для снабжения войск в ходе полномасштабной войны против Украины. И третья, менее очевидная для общества. Его строительство и содержание стало настоящей кормушкой для Владимира Путина и его ближайших друзей. Коррупционная составляющая всего того, что делается, она огромная. Это такая стандартная в современной России схема, когда выигрывают тендеры, удобные для властей компании. Нам просто нужно отмывать деньги, выводить их в кэш, что называется. Строительство моста обошлось бюджету Российской Федерации втрое дороже, чем китайцам самый длинный мост в мире. Так, надземный путь между Шанхаем и Нанкином длиной в 165 километров стоил полтора миллиарда долларов. То есть на один метр конструкции Китай потратил около 8 тысяч долларов. В то же время Крымский мост длиной в 19 километров обошелся налогоплательщикам России около 4 миллиардов долларов. Так, метр дорожного сообщения стоил более 200 тысяч долларов, что в 26 раз больше, чем потратили китайцы. Эти огромные деньги перетекли в карман близкого друга Путина Аркадия Ротенберга. Именно его компания SGM мост занималась строительством моста. Путин настолько бесцеремонен, что даже не скрывает своих фамильярных разговоров посреди ночи с Ротенбергом о строительстве надводного пути. Основной руководитель простой русской фамилии Ротенберг нам позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю, «Ты что, выпил, что ли?» Но дальше еще интереснее. Мало того, что Путин и его команда заработали кучу денег на строительстве, они продолжают воровать деньги и после завершения работ. Как? Сейчас объясним. После первого взрыва на Крымском мосту президент России поручил ФСБ организацию и координацию мер защиты сооружения. В 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 миллиардов рублей. Так, Управление ведомственной охраны Минтранса России до конца июля 2022 года получало около 53 миллионов рублей в месяц. И даже за такие огромные деньги структура не смогла выполнить своих обязательств. Летом 2023 года Крымский мост подвергался еще трем атакам. Первая из них пришлась на 17 июля. В результате утренних взрывов часть конструкции была разбита. Крайняя левая полоса дороги, искривленная, кусок моста обрушился вместе с бетонной конструкцией, а вместо покрытия виднелась огромная дыра прямо в море. Вместо того, чтобы сменить компанию, которая не справилась с охраной моста, Путин поднял им выплаты. В августе контракт подорожал почти до 67 миллионов рублей в месяц. Но и это не помогло, ведь 4 и 12 августа произошло еще два обстрела моста. Тогда сообщалось, что его одновременно атаковали надводные дроны и авиационные беспилотники, которые нанесли новые повреждения. А за охрану железнодорожной части моста отвечает Южный филиал ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации. Госконтракт на их услуги составляет почти миллиард рублей. Недешево обходится и ремонт Крымского моста. После первого подрыва из госказны на реконструкцию потратили 300 миллионов рублей. А после летних обстрелов российские чиновники выделили на ремонт 1 миллиард 300 миллионов рублей. Ну да, конечно, Крымский мост – это одно из тех мест, одна из тех черных дыр, в которые уходят деньги, которые можно было бы потратить на что-то хорошее, типа здравоохранения, например. Потому что здравоохранение сейчас в России в таком достаточно тяжелом положении. Там больницы сокращается, число больниц, поликлиника. А я уж не говорю про образование. Этот мост дешевле бросить, чем содержать. Но Путину и его соратникам плевать на благосостояние граждан. Пока россияне сводят концы с концами, президент страны и его команда воруют огромные деньги из бюджета страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...